Этот эксперимент, ну, ознакомиться с ним в спокойной обстановке, почитать в пикапу, там, в Яндексе, что-то в поиске. Итак, давай Джон Кэлхолмана еще не проверить однажды, а что будет, если у людей все будет хорошо? Исчезнут войны, не будет, значит, независть, не всем, все будет хватать. Представляете? Ну, в масштабе судебный он не смог этого сделать, но эксперимент с мышками судеб, почему с мышками? Они быстро размножаются, цикл жизни маленький, и это социальные существа, можно сделать аналогию поиски. Он сделал вот тот самый здоровый пак, в котором было полно кормежки, воды, в общем, тепло, светло, мухи не кусает, красота. На первой фазе, вы видите, четыре пары, они стали очень быстро размножаться, потому что, о чем и нет, когда-то тепло, светло, привлекательные самочки, самцы хорошие. Каждые почти два месяца утваивается поколение мышц, прям как шшшшш. Но с шестого цикла темп стал замедляться, спромировалась определенная иерархия социальной жизни, мышки стали сталкиваться друг с другом, очень часто, и мы стали как-то ухода, друг с другом взаимодействовать. А потом случилось удивительное. Потом появилась категория мышек, которым стало неинтересно, ну вообще, вот этот вот секс ваш дурацкий, неприкольно. Когда в мире есть театр, кино, да, мы стали за собой ухачивать, или спали, очищали скупу, избегая конфликтов и любых социальных функций. Обращаю ваше внимание, что срок жизнью длительность выросла прямо на очереди, то есть они прямо мышки долгожили. А смертность полно дня состояла в 100%, потому что на фазе смерти мышки мамы стали, если у детей, убивать от души, стали практиковать мамосексуализм и агрессивное поведение, условия, избегая конфликтов. Там все есть, в баке все есть, все есть, тепло, светло и продолжают гусать. Странно, да? Какие выводы может сделать руководитель, читая про мышки? Ну, мы, конечно же, сказали, что бывшие – это не люди. Люди, они, конечно, гораздо более как длинные, чем бывшие, у нас мозг есть, гораздо более длинные. Но и все-таки. Да. Но как противный добрый. Создавайте эти ресурсы, о чем все в ней говорили. Да. Но если вам достается, что так, когда все хорошо, то оно зачем? Не существует социальная система, в условиях избытка ресурсов они не развиваются. Более того, что они градируют. И если вы стараетесь обеспечивать своему коллективе, чтобы было тепло, светло и мухие не кусали, то вы, конечно, молодцы. И тем не менее, а этот будет шуметь, этот мне не нужно забирать. Все нормально. Это страшное дело, друзья. Это реально страшное дело. Пожалуйста, помните, что если вы не систематизируете вот эту работу, то происходит вот этот ужас. Вы его можете наблюдать в разных, скажем так, прогрессивных странах. Зачем? И шестой, шестой на вывод, до того, как мы перейдем, собственно, с вами, как я вам говорю, о практически вещах. У меня уже не масса проведения. Шестая на вывод. Я вам включу картинку сначала. Нет, все-таки прочитайте. А в 50-е годы в Средневных Штатах Америки были очень сильные идеи социализма. Ну вот тоже, всем раздаст, там, поднять из пущек людей, дать им возможность развиваться, учиться. Вот это вот все было очень популярно. И один из самых массовых социальных экспериментов над людьми был очень красивый эксперимент в городе Сент-Уиз. Там построили целый квартал. Сколько там? Тридцать три отнести даже дома. Это дофига, друзья. Это дофига. И переселили туда, жители Крущев. И сказали им, владейте, вот оно вам, прекрасная квартира. Там, с большим дискоттом, там, в общем, коммуналом. Живите, вот, и будьте счастливы. Все как слышно. Читайте. Народ, естественно, за что не платил. Они идиоты, что ли. Они в торшевах не платили. А тут еще за коммуналку, за свет, там, за газ, за лифты, за чай. Вот. И очень быстро инфраструктура разрушилась. Появились банты. Полиция в этот район перестала заезжать ибо нафиг. Такие приключения. И через меньше, чем 20 лет микрорайон физически снесли от слова насовсем. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торzok Дима Торзок Первое лицо вот это вот транслирует, когда это ездит прочитать, когда это висит на стену. Вот если вы походите по кабинетам, тут очень много фотографий Евгения Максимовича Примакова. Величайший человек. Здесь это есть. Он говорит «ТФП, а мы оттуда вызывают музей». Проекция настоящего. Это когда первое лицо транслирует три смысловых аспекта. Вы их все сможете утащить. То есть я вам их задарю как-то. Все честные. Помните, вы пересаживались? Вы честные мне потом напишите «Я пересел», и я вам дарю. А если вы пересаживаете, все напишите. Ну, тогда вас совесть задушит и загрызнет. Три смысловых аспекта. Первый аспект. То, как у нас принято жить друг с дружкой в нашем коллективе, когда мы делаем общее дело. В нашей компании, это называется «Конституция», я думаю, вы можете совершенно любой термин выбрать. Нет времени показывать детально, просто почитайте, когда вы получите. Второй смысловый аспект. Когда руководитель описывает ярко, какой сотрудник с какими качествами и с каким поведением является для него эталонным, идеальным. У нас это так и называется «Идеальный сотрудник компании». Там семнадцать. Десять я написал. Самые семь добавили, ну, мои самые эти боелиты и зубристые, как их называют, самые опытные сотрудники. И «Идеальный сотрудник» — это качество, когда я выбираю, вот в кого ложится больше, а в кого просто хороший человек. Кого отправят на обучение в Петербург, ну, а кому еще, ну, не сочем пока. И люди знают систему критерия, по которым первое лицо делает эти выборы. Они не где-то в глубине вашей прекрасной души прячутся, они вот висят на кухне, в курилке, на парковке, там, если где, зона курилки. Вот. Для этого в совместной жизни идеальный сотрудник. И есть еще один момент. Вы все, наверное, слово «миссия» слышали, да? Кто от него уклевался? Ну, какие вы молодцы. В общем, кто не уклевался, вот вам четыре вопроса. Миссия придется. Да. Ну, просто миссия — это… Смотрите, у меня есть определенное отношение к терминам, поэтому давайте объясню. На новостях термин «миссия» отражает внешнюю позицию компании к миру. Вот мы какие? А есть еще внутренняя позиция людям. А мы какие для себя? И вот внутренний план для меня, мне кажется, с точки зрения коллектива гораздо важнее. И поэтому вот эти четыре вопроса утаскивайте себе и сегодня вечером перед сном задайте им себе и обеспечьте себе бессонную башню. Вот. А вы кто? Вот это, вы предприниматели эту фляжку, вы же понимаете, что, ну, очевидный ответ. Я кто когда предприниматель? Я первооткрыватель или я хранитель усвоек? И тот и другой вариант догодятся. А мы какие? Какие у нас суперспособности, как вы у нас сейчас говорите? Наши самые главные способности какие? Что я буду тестовать? Про мой коллектив. Да, 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 да. Про мой коллектив. Чем мы занимаемся? Вот когда мы занимаемся организацией бизнес-мейеропроектов, мы чем занимаемся? И почему мы занимаемся именно этим? Ну, почему не продажа слоников, например, или не строительство домов для пистолетов? Почему мы этим? Что вам так нравится в этом доме? И когда ответы на все четыре вопроса придут, вам станет очень хорошо работать в своем коллективе. Прям легко. Ну, и работать легко. Я вам под конец хочу дать формулировку, кто такие коллективы. Я не такой умный, чтобы писать определения сложных понятий, поэтому я сходил в энциклопедию психологическую, там я не скажу. Вот забирайте. Приметив – это когда есть общие цели и задачи, есть общие ценности, здесь этого не написано, и есть совместная деятельность. И мы их разделяем. То есть у всех в голове примерно одна и та же картина. И тогда появляются следующие штуки. Ценностное ориентационное единство. Что это за зверь? Это когда мы вместе считаем, например, что врать не хорошо. или воровать не хорошо. Так-то, возможно, в ряд. Ведь когда я даю благодатьственные и отступные, это же тоже я помогаю воровать другому человеку. Так это хорошо или не хорошо? Когда… Ой, это вообще не надо пока. Когда мы четко говорим, вот мы такие, а они все. Коллективная сабоидентификация – это когда не понимаем, а мы кто. Мы его. Мы банда Сарихова, например. И мы все, весь мир там научим правильно входить в баланс с помощью вот этих прекрасных нюхательных, как эти штучки, ароматических масел. Ну, она просто в этом мире. Ну, она раздала мне масло. Я так нюхнул, как вообще потом… Полгода меня уже перелывал. Это про роль человека в команде? Да, роль человека в команде. Не я про всех. А я особенный и это признал. Потому что я не случайный человек в команде. Ну, правда. А социальные цены, характер, мотивации – это очень нанадошная москлопедия. Как вы помните, да? Как вы все тут получили. А социально-ценный характер мотивации – это значит, что мы… То, что мы делаем, потом будем хорошо. Я не просто живу, зарабатывая себе деньги на жизнь. Ну, чего там плохого нет? Но когда я зарабатываю и будем делаю хорошо, это как-то лучше, чем первый вариант. Согласитесь? Да? Или мы его? Чем-то вы делаете? Ага. Ну, хорошо. Что отличает непобедимый коллектив? Посмотрите, поставьте себе плюсики или минусики или вопросики. Первое – требования к себе выше, чем товарищи. Вот этот Денис Максудов, когда он полез, он же говорил, а как иначе? Он не ждал, когда приедет еще один Куник с МЧС в цене. Он пошел на делу. Требования к себе выше, чем товарищи. Мы смотрим вдаль, а мы не ждем кого вдаль, а работаем с собой. Уже прямо сейчас. Авторитет всегда зарабатывается. Нельзя сказать, как ты теперь главный, и все, и вперед. Всем слушать прекрасную барышку с последнего ряда. Что? Что это? И обязательно, знаете, удивительно, что есть опыт поражения, а не только побед. Из-за одного битого дойдет двух небитых. И вера в избранность. Классные. Таких еще поискать. И сейчас будет квест. Нет, не лайки мне нашли. Подождите, фотографируйте. Вы еще не знаете, как правильно. Стойте, стойте. Смотрите, вот. Вы же помните, что вы должны там, кто хочет, да? Вот это просто мой контакт. Можно себя будет записать и задавать вопросы про Галентин. А вот второе – это канал «Капитанский мостик», который про…